Согласитесь, что 40 лет это далеко еще не старость, но почему-то раньше мне так не казалось, и наверняка вам тоже. Когда мне было лет 17, мне казалось, что 25-30, это уже что-то там сильно взрослые люди. Когда мне стало 30, мне казалось, господи, 40, это уже там жить-то зачем дальше. Когда мне было 40, мне казалось, что ничего себе еще вполне 40, ну в 50, наверное, не очень. Сейчас мне 51, и я уверенно заявляю вам, что жизнь продолжается, и она может быть прекрасной. Давайте сегодня поговорим о том, какие ошибки мы допускаем, и почему, собственно, после 40 организм начинает уже громко просить помощи. Из чего я хотела бы начать, это, конечно, наше питание. Наше питание, в котором полно углеводов, очень мало полезных жиров. Мы перекусываем на бегу, иногда мы едим только тогда, когда мы жутко голодны, то есть у нас нет никакой системы питания. И, во-первых, мы не очень понимаем, какие конкретно нашему организму нужны продукты, а, во-вторых, мы даже порой не задумываемся, а для чего мы это едим. То есть, какая польза моему организму от этого продукта. Также, конечно же, играют большую роль наши пищевые привычки, которые заложили нам еще в детстве. И вот на всем на этом, конечно, мы очень сильно подрываем свой организм. Вторая ошибка, это наш малоподвижный образ жизни. Потому что, когда мы сидим, у нас появляются застойные процессы в организме. То есть, ухудшается трофика тканей, не так активно работает лимфатическая система, недозагружена мышечная система. И, конечно, удивляться, что в таком организме начинается воспаление, начинаются проблемы, начинаются патологии, диагнозы начинают вырастать, ну, удивляться не стоит. Потому что мы вообще, в принципе, не созданы для того, чтобы сидеть. Сидеть, это не физиологичная для нас поза. Но мы проводим в ней иногда часами. А еще, знаете, когда мы сидим, вот скрючившись в экране телефона, то есть, у нас даже вот эргономика всего нашего организма, конечно же, абсолютно неправильная. И, естественно, это все приводит к застойным процессам, воспалениям, ну, и, в общем-то, неприятностям. Ну, и понятно, что если мы не обращаем на это внимание, не до 40, не тем более после 40, потому что уже где-то и лишний вес есть, уже где-то и тяжело, и одышка, то приводит это к тому, что начинает нарастать жировая ткань, висцеральный в основном жир. Это такой эндокринно очень активный орган. Во-первых, это депо для токсинов, жировая ткань. Во-вторых, это разрушитель нашей гормональной системы. А мышечная ткань, наоборот, снижается. Мышечная ткань, это как раз наши мышцы. Это как раз тот орган, который очень нужен в нашем метаболизме, который поддерживает наше давление, молодость нашу, красоту и так далее. И понятно, что когда одно начинает преобладать над другим, проблем будет только больше. Следующий пункт, это, пожалуй, наши сбитые циркадные ритмы. Циркадные ритмы, это день-ночь, это зима-лета, например. Но вот сейчас я хотела бы поговорить про день-ночь. Мы так устроены, что у нас есть гормоны, которые отвечают за все в нашем организме. Например, мелатонин, который синтезируется у нас только с 23 до часа ночи где-то, только в полной темноте. Если мы его получаем, он противовоспалительный. Следовательно, у нас не будет никогда никаких воспалений, патологий, ну, то есть таких процессов негативных в организме. И благодаря мелатонину у нас будет в норме дневной кортизол, который гормон хронического стресса. Он изнашивает организм, он поднимает сахар в крови, он ломает нашу систему гормональную. Так вот, когда они в балансе, у нас все хорошо. Но мы же не спим ночами. Мы ночами предпочитаем там работать, тусить где-то, телевизор смотреть. И таким образом мы тоже ломаем свой организм. Например, у нас есть в гипоталамусе, в мозгу, периферические часы. То есть есть центральные часы и есть периферические в каждом органе. И нам обязательно надо получить на сетчатку дневной свет. Для того, чтобы биохимия нашего организма считала это. И, например, люди, которые страдают остеопорозами и так далее, у них улучшаются функции только из-за того, что они начинают, например, днем гулять. Но это тот пункт, на который, ну, по меньшей мере, до 40 мы мало внимания обращаем. То есть ночью надо спать и ложиться надо не в тот день, в который надо вставать. Еще один немаловажный пункт, это когда мы перестаем учиться чему-нибудь новому. Наш мозг, это такая же мышца, как и любая другая, его надо тренировать. В нашем мозгу есть устоявшиеся нейронные связи. Это те вещи, которые мы называем привычками. Нам не надо об этом думать. Это записано у нас до автоматизма. Например, когда мы ведем машину. Если мы умеем это делать, у нас это вообще никакого напряга не вызывает. То же самое с нашими эмоциональными реакциями. Мы иногда, когда происходит какое-то событие, мы выдаем автоматическую эмоциональную реакцию и даже не думаем, а почему я отреагировал так, а не иначе. А почему я вот в этом месте обиделся, а вот в этом месте почувствовал вину. И это происходит потому, что мы не учимся чему-то новому. Мы ездим по заезженной колее. Когда мы не учимся чему-то новому, атрофируется орган, который за это ответственен. И, следовательно, мы приходим к тому, что у нас ухудшаются когнитивные способности, память, внимание, концентрация. И рано или поздно мы приходим к болезни Альцгеймера. Потому что в нашем рационе много углеводов и сахара. У нас малоподвижный образ жизни. Мы не спим ночами. И плюсом еще мы не задействуем свою мышцу умственную. Кстати, после 40 лет все еще можно, например, выучиться новой профессии. Это не поздно. Это не повод откладывать свою жизнь на потом. И одна из профессий, которая будет очень востребована в ближайшие десятилетия, которая очень будет полезна для вас и вашей семьи, это профессия нутрициолога. И 15, 16, 17 августа я проведу бесплатный трехдневный марафон, на котором подробнее расскажу про эту профессию, про то, как вы можете это использовать для себя, ну и много еще чего нового обсудим. Зарегистрироваться вы можете по ссылке в описании. Участие совершенно бесплатно. И еще одна проблема, это лечиться лекарствами. Почему эту проблему я вынесла на потом? Потому что, как правило, мы прибегаем к ней тогда, когда уже вот это вот все в нашей жизни есть. Мы дожили до каких-то патологий и поломок, и мы начинаем пить лекарства. Либо, когда этого ничего нет, и мы, например, от каждого чиха пьем антибиотик. А при болях мы пьем болеутоляющее. Мы должны понимать, что это фармпрепараты, которые ни одного человека, ни одного человека еще не вылечили. Они только снимают симптоматику. Об этом очень хорошо знают врачи, об этом очень хорошо знает фарминдустрия. Но, извините, это прибыль, это бизнес, это деньги. Там нет речи про ваше здоровье. Если вы не интересуетесь своим здоровьем сами, если вы предпочитаете не знать, как работает ваш организм, а когда заболели идти к врачу и пить горстями лекарства, то вы должны понимать, что это не про здоровый организм, не про качественное долголетие. Я очень хочу, чтобы ваше долголетие было качественное. Именно поэтому мы записываем такие ролики. Мы немножечко приоткрываем вам эту занавесочку, под которой прячется истинное ваше здоровье. И мы очень хотим, чтобы вы разбирались в том, что конкретно вашему организму нужно, а не подравнивали себя под общее, среднее или какие-то референсы. Еще одна ошибка – это употребление алкоголя. Это такой своеобразный метод рефлексии. То есть человек думает, что я хочу расслабиться, либо это какая-то хорошая компания, и не замечает, как это становится потребностью, как это становится привычкой. И вот тогда, конечно, алкоголь начинает вредить. Он начинает разрушать вашу личность, ваше физическое здоровье. Я думаю, что здесь углубляться в это не надо. Вы все знаете, чем это чревато. И до того, как произойдет деградация личности, произойдет деградация вашей печени. А так как печень – это главный фильтр нашего организма, и в принципе один из самых важных органов нашего организма, то, конечно, по всем остальным фронтам вы тоже получите неполадки, которые будете, если лечить таблетками, еще и усугубить ситуацию. Ну и напоследок, наверное, я оставила такой пункт, как не обращать внимания на какие-то звоночки, сигналы своего организма. И я сама была такой, потому что, когда я заболела, и перед тем, как врачи озвучили мне достаточно неприятные диагнозы, я услышала их очень страшный вердикт, я до тех пор пропускала все сигналы своего организма. То есть, ну как бы пропускала, нельзя сказать, я пыталась их решить локально. Лезут волосы, надо какой-то шампунь, масочку, мезотерапию пойти сделать. Сохнет кожа, надо крем купить, и до следующего там мытья мне хватит. Пойду в аптеку, возьму каких-то таблеток от вздутия живота. И вот таким образом я пыталась замазать сигналы своего организма. На самом деле, мой организм мне говорил, внутри непорядок. Включал сигнал ИСОС мне всеми разными способами. Но я тогда не знала, как работает мой организм. Я не знала, что это маленькие неприятности большого заболевания. Поэтому очень важно обращать внимание на эти звоночки и знать, о чем они говорят. Когда я поняла, что такое нутрициология и возможности нутрициологии, я начала заниматься этим. Я начала лечить себя. И после того, как мне сняли диагноз, не понадобилась операция, не понадобились гормональные препараты, вот тогда я поняла, об этом должны знать люди, много людей. И поэтому сейчас я введу телеграм-канал, в котором делюсь с людьми тем, как правильно восстанавливать свой организм, на что обращать внимание, о чем говорят те или иные симптомы. И вы тоже можете присоединиться к нам в наш телеграм-канал по ссылке в описании к этому видео. Этот ролик я записала для того, чтобы вы понимали, не надо ставить на себе крест, как бы вы себя не чувствовали и сколько бы лет вам не было. Потому что я сейчас уверенно могу сказать, спустя несколько лет после того, как я восстановила свой организм, что интерес к жизни может быть в любом возрасте. Глаза могут гореть, походка может быть прыгучей, тело может быть стройным и здоровым. И это не какая-то фантастика, это не какое-то чудо, это не генетическая предрасположенность. Это наши знания и уважение к своему организму. И получить эти знания, конечно же, может абсолютно каждый. Не забывайте поставить лайк этому видео и сделайте первый шаг к своей здоровой жизни тем, что вы просто подпишетесь на этот канал и будете вместе с нами приближать свое здоровье и узнавать свой организм с разных сторон. А с вами была Марина Жигульская и Школа Здоровья и Ресурс. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok